А сегодня приветы от меня получают Даниил Таганов, Даниила Сорокин и Денис Зинков. Чтобы получить от меня привет, вам всего лишь нужно поставить лайк и поделиться этим видео ВКонтакте. Удачи! Хеу, сап меня, тут Слэк Джекей, добро пожаловать в Клэш Рояль! Ну что ж, дорогие друзья, у нас был стримчик, да, на ютубе был стримчик, где мы вместе с нашим кланом, в котором уже, ё-моё, сколько трофеев клана, дохрена. Короче, на протяжении где-то полутора часов мы вместе с моими подписчиками фармили, 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 да, выфармили этот грёбаный клановый сундук. Сундук кланового боя, который мы сегодня откроем в количестве одной штуки, потому что она падает только в количестве одной штуки, она десятого уровня, этот сундучок. То есть мы буквально за пару часов, где-то, наверное, часов, ну не знаю, может быть за четыре часа, может быть больше, хер знает, честно. Но вы все молодцы, абсолютно все, 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 все молодцы, хорошо, чуваки, молодцы реально все. Кто на стриме, кто до стрима, всё это всё делал, всё набивал, молодцы, ребят. Также в клан я пока не буду чистить, я обязательно вам как-нибудь сообщу, что вот, чуваки, я почистил клан, заходите, все херня. Пока клан полный, я не буду чистить, когда найдется какой-нибудь повод почистить клан, тогда да. Ну а сегодня, ребята, мы откроем, да, этот грёбаный сундук. И сейчас посмотрите, у нас как раз-таки в этом магазине есть комплексная бочка, которую я обязательно хочу купить, потому что на начальных аренах это, наверное, будет самая классная карта. И как раз-таки сундук кланов обои даст мне дохренища монет, а самое главное карт. Ну что ж, поехали открывать, ребята. Итак, дохрена золото 1600 для меня это дохрена. Это два клана создать. Дохрена подрывников, которые, ну не знаю, улучшать, не улучшать, посмотрим. Дальше. Гоблины, окей, не использую, не особо нужны. Дальше. Валькирия, кстати, шесть штук, дохрена, редкая карта. Вроде редкую карту можно до четвертого уровня улучшать, то ли до шестого, хер знает, честно. Но валька мне тоже пока что нужна, но я думаю, что в будущем времени она мне не нужна будет, поэтому не буду особо её качать. Окей. Скелеты, дохрена. Дальше. Рыцарь. Ё-моё, 122 рыцаря. Дальше. Надгробие, которое нахрен мне не сдалось. И принц! В размере двух штук. Спасибо огромное, но, знаете, дробчик такой себе на самом деле. Ну что ж, ребята, смотрите, что мы сейчас сделаем. Мы обязательно покупаем гоблинскую бочку, которая мне пригодится безумно. И у нас есть, в общем-таки, вот такие вот дела. Смотрите. Гоблинская бочка нам обязательно нужна в колоде. Обязательно. Для меня. Вот она мне пипец как нужна в колоде. Итак. Что я на самом деле должен сделать? Что я должен убрать вместо гоблинской бочки? Скелеты. Скелеты. Контр против гигантов. И там, короче, скелет это контр против большинства наземных крупных карт. Поэтому скелетов мы обязательно оставляем. Поэтому я даже ради скелетов донатил. Поэтому их точно оставляю. Валькирия. С одной стороны, это контур тех же самых скелетиков, только врагов. Поэтому, ну не знаю, Валькирию в любом случае можно оставить. Либо Валькирия, либо Фаерболл мы будем использовать против огромного скопления мелких пиздюков. То же самое на защиту. Если мы будем выпускать с кем-то кого-то. Подрывник на какой-то, ну, короче, нужно будет. На данный момент он нам нужен. Поэтому мы его пока здесь тоже оставим. И Пека. Пека у нас пока остается, не буду ничего говорить. Шар, вы мне на стриме, кстати, говорили. Шар поставить я поставил, не помню, вместо кого я, кстати, поставил шар. Но, короче, сейчас скажу даже. Против, вместо гиганта. Вместо гиганта мы поставили шар. Этот пиздюк у нас нужен как раз-таки тоже против контр-эйра. Потому что у нас это единственная карта, которая контрит эйр. То есть воздух контрит только у нас дракончик. И что на самом деле плохо. Но гоблинская бочка тоже в какой-то мере нам нужна. Ну и, в принципе, естественно, такая штурмовая карта, которая наносит очень много дамага. Мы ее тоже оставляем. Поэтому чисто по логически мы можем понять, что мы должны убрать Пеку. Да, атакующая карта нам особо не нужна. А вот гоблины, чтобы поатаковать башню, нам как раз-таки нужны будут. Ну что ж, мы ничего не будем улучшать. Потому что, скорее всего, через какое-то количество времени мы распрощаемся с подрывником. И, в принципе, все. Все, клановый сундук у нас готов. Мы не можем его забрать. И, ребята, нам нужно еще два дня ждать, чтобы этот гребаный сундук... Ну, это только конец будет, а потом еще начало. Короче, вроде как раз в неделю это все у нас работает. Поэтому раз в неделю, наверное, будем открывать клановые сундуки. Ну что ж, ребята, остается мне отправляться просто на бои. Вот эти, по аренам скакать. А это уже мы сделаем, ребята, в следующей серии. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте подписаться на канал, ставить большие подсерки по данным видео. С вами был ФлэкДжК. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok